ребята всем привет меня зовут health наталия рада видеть вас на своем youtube канале сегодня мы с вами обсудим самые частые ошибки в похудении я уже снимала ролики про то как сжечь жир да то есть какие-то базовые основы жиросжигания что делать чтобы у вас сгорал именно жир они мышцы и я уже снимала ролик о том почему же вы не можете похудеть там мы разбирали анализы какие-то проблемы с здоровьем условно до которые мешают похудению сегодня мы обсудим больше какие-то принципы питания образа жизни такие базовые которые вы можете делать без контроля анализов в общем если вам это актуально то он продолжать смотреть наверняка многие из вас слышали фразу что для того чтобы похудеть нужно меньше есть и больше тренироваться с одной стороны да это работает именно так но к сожалению многие воспринимают ее буквально и бросаются прямо на абразур если вы ели такое достаточно большое количество еды и вдруг резко решили его сократить вы должны понимать что ваш организм уже адаптирован под то количество которое вы ели поэтому снижать его нужно постепенно если вы делаете это резко организм думает что еду у него забирают он впадает состояние стресса а на стен на стрессе он собственно вообще ничего вам не отдаст никакого жира это все останется с вами потому что у вас вырастает кортизол кортизол это стрессовый гормон и это жирозапасающий гормон таким же образом действует увеличение тренировок да особенно если вы до этого никогда не тренировались то же самое организм не очень то понимает что произошло кортизол растет кортизол жир не отдаст поэтому если мы говорим про то что вы все-таки действительно должны менять свой рацион то я все-таки на стороне того чтобы вы делали это плавно постепенно если вы привыкли есть 5-6 раз в день не нужно кидаться на какое-то двух-трех разовое питание просто оптимизируйте эти вот приемы пищи чтобы они были действительно небольшие все-таки правила калоража никто не отменял как бы питательно там правильно полезно здорово не питались если вы будете есть на 4000 калорий конечно же никогда не похудеете вот поэтому калораж это очень важно действительно ну я призываю все-таки не считать калорий а только если вот буквально вы на первых этапах где-то как-то чтобы вы примерно понимали какой объем вам нужно съедать основное же правило это то чтобы все наши приемы пищи не давали нам скачков сахара в крови то есть это не просто какая-то конфетка да если мы ее хотим мы ее себе не запрещаем а это все-таки тарелка салата и потом уже конфетка таким образом у вас не подскачет сахар резко то у вас не подскачет резко инсулин и таким образом вы не запустите как следствие свой кортизол следующая очень частая ошибка которой большинство даже не догадывается это избыток белка в рационе мне она видна просто издалека потому что я часто смотрю ваши анализы я разбираю смотри жалобы и когда я вижу какие-то низкие цифры общего белка когда вы едите его безумное количество когда я вижу низкую либо очень высокую мочевину когда я вижу какой-то креатинин там на верхней границе я сразу понимаю что белка у вас в рационе много но вы его не усваиваете и действительно это очень частая проблема в похудении потому что наверняка какие-то фитнес-тренеры либо там в тренажерном зале да вам рекомендуют куриную грудку творожочек и вы начинаете включать в свой рацион огромное количество молочной продукции этих самых творожков ту же самую куриную грудку но никто не задумывается а можете ли вы могут ли ваши почки адекватно такое количество белка принять можете ли вы его расщепить переварить и потом вы нагружаетесь этим белком да у вас естественно он не усваивается не выводится белок не растет и как бы пользы не то что пользы никакой нету вы получаете только вред поэтому я бы была очень аккуратно с белковыми продуктами обязательно нужно есть то количество которое конкретно вам показано я бы выбирала его исходя из анализов ну и говоря в целом про белковые продукты я наверное сразу же упомянул молочную продукцию напоминаю что молоко молочная вся продукция кисломолочной продукции она действительно не очень повышает сахар в крови но она очень повышает инсулин а я уже рассказала в предыдущем пункте что высокий инсулин это равно высокий кортизол не на высоком инсулине не на высоком кортизоле похудеть не удастся конечно если вы будете есть на очень ограниченный колораж вес будет уходить от этого никуда не деться но мы же говорим про здоровые какие-то истории да про здоровое похудение поэтому нам это точно не подходит следующий пункт это избыток так называемых фитнес-продуктов рационе да вы начинаете есть какие-то фитнес-батончики какие-то протеиновые батончики, какие-то мюсли и так далее. Я уже в предыдущих роликах рассказывала свою историю, это было, правда, очень давно, тогда появились известные хлопья Nestle Fitness, и мы купили просто огромную коробку, я решила, что все, теперь ЗОЖ. Тогда я вообще не представляла, что такое ЗОЖ, просто верила маркетингу, да, и, к сожалению, когда я начала их есть, я поняла, что я вместо того, чтобы худеть, наоборот, начала поправляться. Что я делала? Я брала эти хлопья полезные, да, с клетчаточкой, заливала их молочком и, собственно, ела. Вес вырос значительно, да, как бы, хотя я питалась полезной едой. Потом, конечно, посмотрев на этот состав, я теперь понимаю, что там просто ужас, там сплошные сахара, и это ни в коем случае никак не связано со здоровьем, да, просто маркетологи таким образом нас слегка, скажем так, обманули. Вот, поэтому вот эти вот все истории, будьте с ними очень аккуратны, потому что если там пишут, что нет сахара в каком-то батончике, там обязательно есть сахарозаменитель, он вам точно так же поднимет инсулин, и это вообще не про здоровье. И сюда же я, наверное, отнесу избыток фруктов в рационе, потому что многие начинают увеличивать количество фруктов и забывают, что, по сути, фруктоза – это такой очень опасный товарищ, она метаболизируется только печенью, она нагружает печень, и на фруктах очень легко получить такую вот жирненькую-жирненькую печень. Поэтому выбирайте либо несладкие фрукты, либо выбирайте фрукты, ну, можете по гликемическому индексу, да, ориентироваться, выбирайте максимально сезонные фрукты, и я рекомендую есть их после еды. Если же у вас есть какие-то вздутия, да, после того, как вы поелись, ели фрукты, у вас какое-то непонятное там бурление, вздутие в животе, то обязательно посмотрите мой ролик про синдром избыточного бактериального роста, сразу вам нужно разобраться с ним, а фрукты временно вообще убрать из рациона. Ну и последняя ошибка, но очень-очень частая, это обезжиривание рациона. К сожалению, мало кто знает, что жир это не просто условно как бы жир, да, это субстанция, строительный материал, точнее холестерин, строительный материал для многих наших гормонов. Вы можете получить, если вы девушка, да, получить проблемы с циклом просто на обезжиривании рациона. У вас может быть сухая кожа, и очень часто я наблюдаю это у мужчин, да, вы не получите никаких жирорастворимых витаминов, если у вас не будет жиров в рационе. Вы, соответственно, застопорите себе желчный отток, да, потому что у нас желчный сокращается на жиры. И вы получите кучу-кучу проблем, так вот, понарастающие, и даже никогда не подумаете, возможно, не свяжете это с тем, что вы не едите жиров. Поэтому ни в коем случае не ограничивайте, ну, не то, что не ограничивайте, в меру, скажем так, дозируйте жиры в рационе, их не должно быть очень много, но их не должно быть, конечно, очень мало, они обязательно должны быть. Выбирайте правильные жиры, какая-то жирная рыба, не обязательно это лосось, можно взять обычную скумбрию, да, какие-то орехи тоже будут актуальны, если у вас нет никаких явно выраженных проблем с ЖКТ. Масла в идеале сыродавленные, там, оливковое, может быть, да, в том, которым поменьше омега-6, потому что омега-6 это провоспалительная история, но жиры обязательно в рационе должны быть. Ребят, я надеюсь, вы учтете вот эти вот четыре простых пункта, если что-то из этого у вас не в порядке, обязательно подрегулируйте, я уверена, что ваш вес скажет вам спасибо, но мы все-таки здесь не только про вес, а про здоровье, поэтому главное его сохранить и приумножить, поэтому в любом случае все эти советы будут очень актуальны и полезны абсолютно каждому. Я с вами прощаюсь, совсем скоро мы увидимся в новом ролике, всех целую, обнимаю, всем пока-пока.